Здравствуйте! Я вот буквально сегодня узнал из электронных средств массовой информации о работе, которая была проведена в НАСА. Национальный центр по исследованию космического пространства от Соединённых Штатов, НАСА и несколько связанных с ней организаций. Потом, как она пропала, я спрашивал людей, вы читали, вы вот это слышали, вы вот это знаете? Нет, говорят, а что случилось? А случилось вот что. Значит, НАСА – это государственная организация Соединённых Штатов. Создана была для исследований космического пространства, для этого и существует. Сразу хочу сказать, кто в этой работе принимал участие. Просто я перечислю их, перечислю этих людей и те организации. Вот два человека – Томас Эрмитейджи, извините за мой английский, вот как-то так. Так, и Энд Рон Кноук, вот как-то так. Это лаборатория активного движения Калифорнийский технологический институт Пассадена, Калифорния, США. Вот это та самая лаборатория активного движения имени Годдарда, но тут не пишешь имени него. Так, Георгий Евгеньевич Манну Чарян, тоже США. Школа океанографии, университет Вашингтона, Сиэтл, Вашингтон. Лаборатория криосферных наук НАСА, Годдард Space Flight Center, центр изучения реактивного движения, как у нас обычно переводят. Университет Мериленд, США, Алик Петти, вот он оттуда, тоже НАСАвский человек. И междисциплинарный центр науки о системах Земли, университет Мериленда, Алик Петти. Он в двух местах ещё работает, оказывается. Вот, и Пасадена, Калифорния, тоже экологическая наука и техника, так называется это место, в Калифорнийском технологическом институте, в Калтехе. Очень уважаемая контора, кто знает. Вот, статья эта была опубликована, была опубликована, так источник, значит, Nature Communications. Nature Communications, опять же, извините за мой английский. В ломаном русском переводе звучит так, повышенная вихревая активность в круге Бафора в ответ на потерю морского льда. Это вот в таком в ломаном русском переводе. А сейчас давайте я вам попробую пересказать, о чём идёт речь. Последние 20 с лишним лет НАСА внимательно наблюдает с помощью спутников за положением дел в Ледовитом океане. Она замечает, что, значит, уменьшается количество ледового покрова, раз. И второе. Значит, за вот эти 20 лет получилась такая система, что направление ветров стало более-менее неизменным и таким, что препятствует выходу воды из Ледовитого океана. Из Северного ледовитого океана. В Северном ледовитом океане в него впадает много рек. Вот великие сибирские реки Индигирка, Лена, Колыма. Ну и не только сибирские, там вот Северная Двина, всё вот эти реки туда впадают. Реки Канады, я уж не знаю, насколько они великие. Вот. Аляска. Тайные ледников происходят. Короче говоря, в него, в Ледовитый океан попадает огромное количество пресной воды. Пресная вода в океане чем отличается? Низкой плотностью. Поэтому она находится в поверхностных слоях океана. На поверхности. Понятное дело, что вот я ещё с детства знаю эту историю. О том, как Гольфстрим, печка Европы, проходит гигантским таким вот коромыслом через всю Атлантику. А когда он попадает ближе к Ледовитому океану, он ныряет вниз. Потому что у него тяжёлая, солёная, тёплая, солёная, тяжёлая вода. Из-за солёности она тяжёлая. И она ныряет вниз под менее тёплую, холодную, пресную воду. Ну, менее солёную воду, скажем так. Насчёт пресной, это, конечно, некое художественное привлечение. Так вот, количество вот этой воды, которая перегружает океан, она очень велико. Более того, со спутников выяснено, что, ну, там, скажем, некое такое, как говорится, вспучивание воды, да? То, что её наливает, а этого гонит. Ну, вы сами попробуйте в тазу с водой дуть с одной стороны. С одной стороны воды будет чуть-чуть больше, с другой чуть меньше, да? Вы туда её сдуете, да? А, боже мой, нагонная волна, да? Наводнение бывает иногда в Санкт-Петербурге связано с нагонной волной, да? Это вот ветер гонит с Финского залива воду, и она, значит, в Неву входит. Это наводнение такое было, называется. Вот сейчас их больше нет, там дамбы построили. Вот. Значит, вот, говорит, патология некая. Ну, по всей видимости, простите меня, именно с наличием этой патологии связано и глобальное потепление. То есть, не надо каких-то других искать причин потепления. Это вот ветер так дует. Что они дальше говорят? Вы знаете, говорит, это же без конца продолжаться не будет. Когда-нибудь вот это вот преимущественное направление ветров, оно сменится. Тут, говорит, некая патология. Вот последние лет 20 с лишним, оно почти не менялось, направление ветров преимущественных. А так бывало, раньше на раз в 7 лет менялось. И поэтому эта вода оттуда сбрасывалась. Да, были циклы, так сказать, в Европе потепления, похолодания. И вот, если воду-то эту сбросят, простите меня, то уж, вы только не обижайтесь, нырнёт на глубину Гольфстрим гораздо раньше, чем в арктических водах. То есть, печка Европы работать не будет. И эта вся вода из Ледовитого океана будет изливаться, изливаться по поверхности Атлантики Северной, медленно с ней смешиваясь, растворяясь, не охлаждая Европу. И в Европе начнутся холода. Помните, вот я давно уже про это дело долблю, о том, что верный признак будущего глобального похолодания – это временное потепление. Глобальное потепление. Вот я, братья, всё толкую, 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 толкую. Потому что сценарий возникновения ледникового периода, он, в общем-то говоря, прописан был ещё в 20-х годах 20-го века. И, кстати, прописан он был бывшими российскими учёными, а в то время не европейскими, но русскими мигрантами. Он был тогда прописан в общих видах сценарий. Ну, так сказать, прикидочно, каких-то дифурки такие написали, чтобы показать характер. Ну и как с чего начнётся? С чего начнётся изменение? Одно решение дифуравнения сменится другим. С чего начнётся? А вот с такого периода резкого потепления. Всё, вот оно, потепление есть, есть. И вот оно, причина, чем она без конца продолжаться не может. Без конца нельзя воду туда нагонять, она будет вытекать. Начнёт вытекать. Сколько вы туда не дуете, в корыте, или в чём вы там, в тазике, всё равно вот перемежится ваше дыхание, она польётся обратно. И так и в океанском плане, да. Кругом бафор-то называют это вращение. Если смотреть сверху по... Сверху Северного полюса... Ну, представьте, Ледовитый океан. Я, пожалуй, карту Ледовитого океана помещу на превьюшечку, а не по часовой стрелочке. Жик-жик-жик-жик-жик-жик. Вот так вот крутится по часовой стрелке. Всё. Я вам рассказал. То есть вот это... И причём как... Это же сенсация. Сенсейшн. Куда-то она так ушла вся. Я вот замечал, когда у меня на канале выступает кто-нибудь, осуждающий концепцию глобального потепления, связь этого глобального потепления с выбросами углерода, так сказать, карбоновой причины, то обычно появляются очень грамотные комментаторы. Вот когда кто-нибудь рассказывает про египетские пирамиды, таких грамотных комментаторов не появляется. Которые начинают гнобить автора. Ну, так вот, по научной части его, что, мол, он ничего не понимает. Вот это надо... Почему-то это гнобят. А вот про пирамиды нет, гнобильщиков нет желающих. Хотя мой канал отнюдь не самый популярный на белом свете, и не так уж много у него зрителей. Но откуда-то они узнают. То есть, кто-то мониторит интернет и вовремя пытается кого-то топить. Ну, понятное дело, кто мониторит, это большой бизнес, основанный на продвижении новых технологий, которые вот против глобального потепления. То есть, производство энергии без выбросов углекислого газа, возобновляемые источники, солнечная энергетика. Ну, вот такие вот вещи. Ну, и это как её шведская студентка, которая агитирует за школьные прогулы. Забыл, как её зовут-то. Ну, вы её все знаете, да? С которой ещё спорил даже президент Трамп. Так вот, посмотрите, у президента Трампа на него работает НАСА. НАСА работает на государство американское. Да, в государстве американское главный призвод. Вот он имеет эту информацию. И недаром Америка вышла из всех этих соглашений по борьбе с выбросами углерода в атмосферу, углекислого газа в атмосферу. Ну, вот. А сейчас просто эта информация, наконец, просочилась в печать. Ныча Коммуникейшн, 11-й том. Ком, article 761, article, ну, номер, наверное, да? За 2020 год. И его всего-навсего, вот эту статью просмотрело на данный момент 808 человек. Вот я вот вижу, вот я на этом сайте сейчас нахожусь, на Nature Communication. Вот такие дела. Кому он принадлежит? Ну, Ком, всё-таки это коммерческий сайт. Nature.com, он так называется. Nature Communication. Может, это от журнала Nature, природа. Так, её. Nature Communication. Nature Research Journal. Nature Communication. Да, ну, вот. Я вам рассказал. Ну, теперь и вы меня послушайте внимательно. Я вот это всё мониторю, да? А, я ведь тоже кое-что и новое изобрёл. Там, значит, изобрели НАСА, спутники, а я изобрёл интернет-нищенство. Я ведь, как сказать, человек с высшим образованием и даже кандидат наук. А вот я бы придумал попрошайничать через интернет. Я говорю, я стою на паперти, храма науки и прошу у вас денег на пропитание. Ну, а сам тут вот кликушествую, всякие научные, так сказать, вещи вам рассказываю. Так что уж не забудьте, внизу у меня есть номер сбербанкской карточки, PayPal, Яндекс.Деньги, Киви, кошелёк. Donation Alerts. Во как. Кошелёк ВКонтакте есть. Про сбербанкскую карточку сказал, про счёт Сбербанка сказал. Ну, вот они там тоже есть. И жизнь моя нелегка и тяжела. Ну, как у нищего. Так что уж не забудьте поддержать нищего. Хоть чем-нибудь, хоть грошиком. Грошка – это две копеек, кстати. Ну, если вы пришлёте две тысячи, я тоже не обижусь. Пока. Всех благ. Жду от вас поддержку. Вот, рассказал вам правду. Это сенсация. Конец глобального потепления. Конец концепции глобального потепления. На всякий случай поставлю вопросительный знак. Пока.